У кого друзья, у того богатство. Привет, это Даша, и сегодня буду рассказывать о своих закладках. На самом деле, к закладкам пришла совсем-совсем недавно, года два назад, благодаря чуть ли не основателю книжного ютуба, благодаря Танечке, которая в Passion for Ling, до этого я просто клала книгу вот так, на поверхность стола, и так и оставляла. Дело в том, что когда в детстве я пользовалась закладками, вот не знаю, откуда я это взяла, но я думала, что вот в процессе чтения, допустим, ты перелеснула страницу, закладку поместила, переместила, закладку положила. А так как я читаю очень быстро, меня как-то это напрягало, вот. И вот только когда я благодаря Тане стала пользоваться закладками, и только тогда для меня дошло, что закладку кладёшь в книгу тогда, когда ты её, когда ты остановилась её читать, а не в процессе чтения на каждой странице. Не знаю, откуда у меня эта идея в детстве была. Но перейдём к своим закладкам. К сожалению, они у меня лежат в коробочке достаточно хаосно, поэтому вот как вытащу, так и буду показывать. Хотя у меня есть такие серийные, что ли, из одной серии закладки несколько. Так, сверху у меня лежит 3D-закладка, вот такая розовая, с кисточкой. Люблю её с наконечниками, назовём это так, закладки. Она 3D, розовая, как видно. Я её покупала для книг такого девчачьего характера. Там, не истеровую читать, или там, Сесилию Ахер, Сумерки. Ну, в таком духе что-нибудь. Далее идёт моя самая-самая любимая закладка. Она магнитная, вот такая пучеглазая. И тут внизу надпись «Я здесь». Вот здесь в верхней части находится, собственно, магнитная часть, которая зажимается... Вот так, покажу, это не видно. Которая зажимается на странице. И вообще, я обожаю вот эту закладку, просто люблю её. И пользуюсь ей, особенно, когда читаю широкоформатные книги, толстые книги. Потому что вот этой части, вот, видно вам, наверное, нет. Тут такие изгибы. Её хватает достаточно... Даже если прикрепить её к первой странице, книги на 600-700 вполне хватит. Вот этой вот части, не переставляя закладку куда-то. Дальше просто перекидываешь вот эту часть и всё. Далее, смешно, конечно, но у меня есть такая закладка. Пробник от духов. For a woman 007. Она... Не знаю, как так вышло, но я её почти не пользуюсь. Вот такая красивучая закладочка. Металлическая. С кисточкой голубенькой. Она мне не нравится, потому что клада... Я её почти не пользуюсь, потому что, когда кладёшь её в книгу, при соприкосновении со страницами, возникает ощущение, знаете, когда когтями по металлу проводят. Не такое, конечно, но тоже не особенно комфортно. Но сама по себе она красивая. Далее. У меня есть целый набор. Есть вот из таких закладок. Здесь принцессы. Вот с этой стороны такие, а с другой другие. Это магнитная закладка. Как я сказала, зала у меня целый комплект. Но не все вот такие же в точности. Они одинаковые. Далее. У меня есть три закладки. Я их как-то... Ну, в первую очередь у меня их сейчас только две. Да, на данный момент. Я их показывала, когда демонстрировала посылку из лабиринта. Это... Благодарность за заказ. Тематические закладки. Вот это такая с японской тематикой. А вот это с такой вампирской. Вот такая. Миленькие. Да, и мне просто вот такая белая хрень. Она вот форма как закладка, но сама по себе белая. Не пользуюсь. Она у меня тут просто лежит. Ну, на всякий случай. Это такая закладка с лягухами. Вот эти усики. Клеточка. Она, правда, как усики торчит из книги, очень потешно. Ну, тут она сам по себе не закладка, а такая... Такая рекламного типа. Вот это мне тоже присылали из лабиринта. В подарок за заказ. Её просто... Ну, идея такова, что угадать с помощью этой закладки. Но гад открывать страницу, прикладывать на угад тоже где-нибудь на странице. И вот то слово, которое в это окошечко появится, оно как бы... Вот. Ну, вы меня поняли. Вот такая у меня анимешная закладочка-линейка с таблицей умножения. У меня такие были в детстве, когда я училась в первом классе где-то. И в третьем. Вот такая закладка. У неё должно быть продолжение, вторая часть. Она такая, Санкт-Петербург. Санкт-Петербургская. Ну, с обратной стороны ничего особенного. Вот. Ну, что-то она у меня где-то тут не на поверхности. Вот. Это закладка с попугайчиками. Это тоже, по идее, должна быть ленточка, но она куда-то делась. Похожую закладку я уже показывала. Только там она была рассчитана на слово, наугад в книге найти. А это на целое предложение. Тоже такая закладка рекламы от Эксма. Двухсторонние. Вот это вообще лапонька. Тут 3D-закладка, как видно, с собачками. Лепота. С обратной стороны линейка. И линии таблицы умножения. Закладка Муми. Как сейчас помню, я её вот покупала в Ираке, в канцелярском. Вот эту я любила читать за танцовой закладкой, потому что собаки. А она собачница. И вот такая мига, тоже 3D, с кистичкой. Не-не-не. Вот вторая часть той закладки, которую я показывала вам, Санкт-Петербургская. Вот. То есть они... Сейчас покажу их. Задаю. Вот. Вот таким образом они вместе выглядят. То есть это такая... Это гиппазл. Вот. Тут тоже закладка лабиринтовская из разряда. Спроси меня. Но тут уже с указявками. То есть меня любит. Стрелочка меня ждёт. Сегодня. Мне поможет. Найду вдохновение. Они вот... Задумка прикольная. Но вот пользоваться ими как-то не так прикольно, потому что они... Ну, не знаю, как у других. Но у меня они вообще никогда не угадывают. Вот такая тоже культурная закладочка. С ней иногда упакуены. Читаю. С одной стороны театр Мариинский. А с другой... Тот же театр, только снаружи и зимой. Потом есть целый набор вот такой с закладками. Ой, не с той стороны. Вот такой набор с закладками. Кошки и собаки. С обратной стороны есть линейка с таблицей умножения. А с лицевой я сейчас вам покажу. Разные всякие смехные, прикольные, няшные такие. Прям любоваться и любоваться на них. Так. Вот я вам показывала две закладки тематические. И там вампиры. И вот Япония была тематика. Вот это такая сказочная тема. К сожалению, у меня тут кошка успела погрызть немножечко ее. Свата стала белая смешка. У меня есть вот такие две в виде скрепки. Закладки одна улиточка, другая лягушь. Говорили, что их хорошо использовать на таких небольших книжках, мягкой обложке, пакетбуках. Не верьте, страницы рвут, использованы неудобные. Ну, если только вот не надевать, прямо вот в буквальном смысле, как вот на скрепку, да, скрепка зажимаете, останется. А вот просто вкладываясь в книгу, ну, то как бы ничего вроде как. Но все равно как-то... В общем, по назначению я их не использую. Просто валяются у меня в коробочке. Такая с цветочками. Тоже с обратной стороны линейка, соответственно, на Жене. Значит, у меня было четыре... Был набор вот таких закладок магнитных с собаками. На разных сторонах разные собаки. Более было четыре штуки, если я не ошибаюсь. Но две затерялись, видимо, запутав в каких-то книгах. Может быть, еще в будущем отыщатся. И такого же рода вот такая книжная закладка магнитная. Тоже их было в наборе четыре штуки. Три куда-то, увы, очень удобные. Вот такие вот небольшие магнитные закладочки. Мне безумно нравятся. Вот, мы подходим к завершению. Такая магнитная тоже закладка с... Раскладушка со звездочкой. Была еще закладка с кругляшком. Тоже где-то потеряна. Вот. Особо мною любима за свой цвет. Потому что я люблю все оттенки синего. И вот набор канцелярских закладок. И все. Все. На этом моя коллекция завершена. Интересного вам чтения. И до скорых книг. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова